На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Сегодня в санатории «Золотые пески» под Гомелем стартовал седьмой международный турнир памяти заслуженного тренера Беларуси Леонида Макаревича. Участие в состязаниях принимают юные баскетболисты из Беларуси и России. Леонид Макаревич – знаковая фигура не только для гомельского, но и для всего белорусского баскетбола. В тренерской работе Леонид Николаевич отдал 55 лет. Его воспитанники блистали как на внутренней, так и на международной аренах. Наставник воспитал не одно поколение баскетболистов. Это то, о чем я мечтаю, чтобы эти дети подросли. Они занимаются баскетболом, они занимаются лучшей игрой спортивной с бичом. Мне очень хотелось бы, чтобы эти дети достигли всего не только в спорте, но и в жизни. Потому что всегда, как говорил отец, надо быть хорошим человеком. Ты можешь стать спортсменом сильным, но ты должен стать еще и хорошим человеком. У него это получалось, я надеюсь, что и у дынешнего поколения тренеров игроков тоже получится чего-то добиться и в баскетболе, и в жизни. Награды мемориала Леонида Макаревича оспаривают команды юношей 2006 года рождения и моложе. Всего 8 коллективов из Беларуси и России. Итоги турнира пойдут командам в зачет чемпионата славянской баскетбольной лиги. Кстати, лига, имеющая гомельские корни за 16 сезонов своего существования, успела завоевать авторитет во многих странах. Сезон очень насыщенный, команд очень много, и популярность набирает тем, что власть и возраст мы охватываем практически, и нигде соревнований в России мало проводятся. Мы рады, потому что наши дети, не выезжавшие никуда, не тратившие на большой креста денег, могут играть сегодня здесь на месте с элитными клубами и командами разного уровня, разными школами. Мы учимся, набираемся опыта и в перспективе надеемся, что эти дети потом пополнят команды нашей высшей лиги. Победители и призеры турнира памяти Леонида Макаревича станут известны 15 декабря. Команда Гомельской области стала победителем финала проекта «300 талантов для королевы». Детский легкоатлетический форум прошел в Минске. В финале приняли участие 300 детей со всей страны. Ученики вторых и четвертых классов состязались в различных легкоатлетических дисциплинах. В итоговом протоколе гомельчане сумели обойти прошлогодних победителей и сборную Гродненской области. Замкнули тройку сильнейших школьники из Минска. Главная цель фестиваля «300 талантов для королевы» – популяризация легкой атлетики и поиск талантливых детей. Мини-футбольный вечер в Гомеле. Завтра в ВРЗ и БЧ проведут первые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси. Обе встречи пройдут на арене спорткомплекса «Локомотив». В 14.00 на паркет выйдут железнодорожники. Соперник – Гродненский УВД «Динамо». В 16.30 начнется противостояние ВРЗ и столичного «Динамо» БНТУ. Параллельно во дворце игровых видов спорта развернутся баталии женского чемпионата Беларуси по гандболу. Гомель ждет в гости принципиального соперника БНТУ «БелАЗ». Это второй поединок лидеров белорусского клубного женского гандбола. В первом круге гомельчанки одолели минчанок на их паркете. Вторая игра главного противостояния чемпионата стартует завтра в 17.00. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова